Семей 8 человек пришлось эвакуировать из-за угрозы размытия дороги к дому, который расположен на острове Бейбетшелек. Вода затопила дорогу, соединяющую их с домом. В настоящее время все люди, а это две семьи, в числе которых и трое детей, временно размещены в гостинице. Всего в зоне возможного затопления находятся 8 строений, 6 из них – жилые дома. Завод по производству компактных устройств распределения электроэнергии построят в столице Казахстана. Об этом стало известно во время визита Акима Нурсултана Алтай-Кульгинова в Сеул. Городоначальник встретился с руководством компании, в которой разработали технологию производства электротехнического оборудования. Строительство завода совместно с казахстанскими партнерами начнется уже в этом году, а первую продукцию выпустят в 2021. Оборудованием планируют обеспечить города-миллионники Казахстана и страны СНГ. Запланируем 50 на 50 с обеих сторон. Будет полностью передача технологий. Это новейшая технология. Патенты были последние, модернизированы в 2013 и 2016 году. Можно в десятки раз уменьшать размеры наших постсанкций. Мы будем выпускать продукцию, то есть общий вал, если считать валовым, в долларах, это на 37 миллионов долларов. Мы закроем потребности всего СНГ. Также Алтай Кургинов изучил обеспечение кибербезопасности южнокорейской столицы. В Сеульском центре контролируют компьютеры больше 70 государственных учреждений. Ежедневно на них совершают до 70 тысяч хакерских атак. Больше всего взломщиков интересует в центре обслуживания населения. Кроме того, Аким Нурсултана побывал в Сеульском кампусе больших данных. Там анализируют всю информацию о мегаполисе. В частности, изучение работы такси, метро и автобусов помогло уменьшить время ожидания пассажирами общественного транспорта с 27 до 24 минут. Финальный этап отбора в президентский молодежный кадровый резерв прошли 330 казахстанцев. Участие в отборе приняли более 13 тысяч человек. Напомню поиск будущих управленцев, молодых специалистов, которым в скором времени доверят руководить районами, городами и нацкомпаниями, проходил по всей республике. Цель и задачи участников престижной команды узнал Вячеслав Ветлугин. К 29 годам Алексей Анисимов из Усть-Каменогорска построил карьеру от рядового специалиста до топ-менеджера в автомобильном холдинге. При этом он постоянно учится. Кандидат в президентский молодежный кадровый резерв готовится стать докторантом технических наук. Будущий представитель отечественной политики намерен развивать альтернативную энергетику. Как будущий управленец я хотел бы заниматься возобновляемыми источниками энергии, такие как ветроэлектростанции. Так как мы знаем, что по прогнозу 2050 года регион Азии будет колоссальными темпами развиваться в этом направлении. Казахстан же может занять лидирующую позицию. Самые сильные экономики мира создают лидеры. Многие из президентов президентский молодежный кадровый резерв в свои 25-30 уже освоили навыки эффективных управленцев. Мы видим с вами падение на стыке 2-го и 3-го квартала. Вот такого падения не должно быть. Он говорит то, что думает и выполняет свои обещания. Это очень важно. Если политик дает обещания, он должен их выполнять. В кадровый резерв отбирались 180 восточно-казахстанцев. И только 11 из них дошли до финала. Чтобы больше молодых людей в нашей области узнали об этом проекте. Мы встречались и как с госслужащими, и как с сотрудниками квази-госсекторов, частных секторов. Проводили разные встречи, собирались с разными аудиториями. После краткосрочного обучения будущим политикам предоставят все возможности для реализации профессиональных навыков и амбиций. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. Более 6 тысяч детей в Западно-Казахстанской области не могут получить алименты. Сейчас на руках у судоисполнителей более 2 тысяч дел по взысканию алиментов. Среди неплательщиков есть безработные или сезонные рабочие. Но есть и те, кто скрывает доходы или попросту уклоняются от обязательных выплат собственным детям. Прокуроры предлагают создавать больше специализированных контор частных судебных исполнителей, активизировать работу по розыску должников и чаще использовать такую меру, как арест имущества. Также представители надзорного органа считают, что должников нужно включать в программы переобучения и трудоустройства. Прокуроры. 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 С местными исполнительными органами мы поставили на учет и трудоустроили несколько сотен человек. Два раза мы сократили задолженность по алиментам. Продолжаем выпуск. В Казахстане социально значимые товары с начала года взяли курс на подорожание. Об этом сообщает аналитический портал EnergyProm. Как отмечают аналитики в лидерах крупных города и мегаполис республики. Среди продуктов подорожали гречневая крупа, вермишель, сливочное масло, овощи от 0,4% до 1%. Изменения стоимости мизерные, но они мгновенно сказались и на покупательской активности граждан. Многие алматинцы уже вынуждены пересматривать бюджеты. Рассказывают, что даже несмотря на прибавку к пенсии, расходы на коммунальные услуги и прочие траты, вынуждают по-новому взглянуть на рацион питания. Я вот только пенсию получила, вот только отоварилась. Не знаю, на сколько она мне хватит. Еще и коммуналка есть, коммуналка почти. 35 тысяч я отложила на коммуналку, и там ничего осталось, я не знаю. Дома приду, буду считать. С одной стороны радует, что пенсию добавили, но с другой стороны продукты это вообще невозможно. Очень дорогие продукты, но приходится перебиваться. Мне 5 тысяч добавили. Это вот в связи с тем, что пенсия повышается, всегда продукты дорожают. Но мое мнение такое лучше. Пусть не повышают продукты, остаются тем же, какие они есть. Я часто хожу в магазин, смотришь на то, на то, на то. А что хорошего? Вот терпим, а что мы можем сделать? Они даже вот еще до повышения пенсии, я пенсионерка уже, а уже цены. Между тем, Национальный банк заранее заявлял об удержании уровня инфляции в пределах установленного коридора 4-6%. В Акимате Алматы говорят, что отслеживают динамику. В этом году, согласно проводимого анализа, причиной роста явился малый урожай овощей зерновых. Из-за погодных условий было засушливое лето, были неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая, что повлияло также на качество овощей зерновых. И это плюс сезонное удорожание в связи с затратами на хранение. Это все влечет за собой удорожание продукции овощной, зерновых культуры. Тем не менее, как поясняют эксперты, Алматы имеет стабилизационные фонды. В случае скачков цен или спекуляции на рынке, у Акимата есть рычаги сдерживания уровня роста цен. Владимир Бовки, Смухит Кудыкбаев, Радик Джакупов, Алматы, Хабар-24. А в Костанайской области заметнее всего прибавили в цене куриное мясо и подсолнечное масло. В сравнении с прошлым годом наблюдается трехпроцентный рост. Специалисты связывают изменения с нехваткой этих продуктов. В регионе работает всего одна фабрика по выращиванию бройлерной птицы, которая пока не в состоянии покрыть имеющуюся потребность. Поэтому область в основном зависит от импорта. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом. Его везут из России. Цены же на хлеб, картофель, сахар, яйца и крупы остаются стабильными. В целях стабилизации цен у нас создан стабилизационный фонд продовольственных товаров, куда закуплено 14 наименование продукции и по 13 из них идет товарная интервенция. Также у нас в целях стабилизации цен на хлеб в стабфонд закуплены 3192 тонны муки для реализации хлебопекарнем области. Мука реализуется по 94 тенге за килограмм. В розничной торговле хлеб реализуется по 83 тенге. Между тем, самые низкие цены на картофель и морковь в Павлодарской области в прошлом году с 1000 гектаров овощеводы собрали 540 тысяч тонн картофеля. На 10% больше предыдущего урожая. Мониторинг цент показал, что в среднем килограмм, как говорят в народе, второго хлеба на местных прилавках стоит 78 тенге. Большим спросом павлодарские овощи пользуются на юге страны. В основном забирают у нас южные наши регионы, южные области, то есть Чемкент, Тарас, Алмата, процентов 70 туда уходит, картофеля. Ну и Россия процентов 20 и по месту процентов 10. В этом году в пределах 34 тонн с гектара, то есть 340 сантиметров с гектара, значит. И цена в этом году, Бог дал, может быть, хорошую цену, в этом году 40-45 тенге мы реализовали картофель. В прошлом году 25-30 тенге. Вот такая контрастность. Реализация картофеля и моркови планируется в феврале-марте месяце текущего года, в период максимального повышения цен. Фьючерсный договор был заключен в период максимального снижения цен, то есть в период уборки урожая. Реализация продукции стабилизационного фонда осуществляется на основании решения региональной комиссии по управлению стабилизационным фондом. И сейчас о том, что происходит в мире американские военные, рассказали подробности авиаудара со стороны Ирана в ночь на 8 января. Удар Тегерана по базам США стал ответным за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетному обстрелу тогда подверглась авиабаза Айналь-Асад, расположенная на западе Ирака. То, что никто в результате налета не пострадал, сами военные называют чудом. Атака длилась около двух часов. Во время нее солдаты укрывались в бункерах. Напомню, атака на авиабазу Айналь-Асад произошла спустя несколько часов после заявления министра обороны США Майка Эспера о возможном нападении со стороны Ирана. Канада отправила в Иран группу быстрого реагирования. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Франсуа Филипп Шампань. Всего направлено 12 специалистов, из них 10 дипломатов и два представителя Канадского совета по безопасности на транспорте. Все они примут участие в расследовании крушения украинского лайнера, а также будут оказывать помощь родственникам погибших. Иранские власти уже выдали всем визы. Сообщается, что полный состав комиссии прибудет в Исламскую республику уже сегодня. Экс-глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон и бывший член его правительства Тони Камин прибыли в Страсбург для участия в заседании Европарламента. Подержать их приехали представители каталонских властей. Напомню, дальнейшее рассмотрение дела об их экстрадиции из Бельгии в Испанию было приостановлено из-за признания европейским судом другого каталонского мятежника Ариола Жункераса евродепутатом. После этого парламентариями были признаны Пучдемон и Камин. Однако теперь Верховный суд Испании просит руководства Европарламента лишить их депутатского иммунитета. Напомним, ранее Верховный суд Испании оставил в силе европейские и испанские ордеры на арест этих двух каталонских политиков. По заявлению судей, преступления, в которых они обвиняются на родине, были совершены задолго до их избрания евродепутатами. И это может послужить основанием для лишения их депутатской неприкосновенности. Всемирная организация здравоохранения призвала страны к активному мониторингу нового типа вируса. Поводом для заявления послужил случай новой пневмонии в Таиланде. Речь идет о пациенте, прибывшем из китайского города Ухань. 8 января он был госпитализирован. Сейчас его состояние стабилизировалось. Как отметили в организации, возможно выявление случаев новой пневмонии в других странах. Напомню, что в декабре в Ухане зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии. Больные жалуются на лихорадку. У некоторых могут быть поражены легкие. Сильный шторм Брэндон обрушился на побережье Великобритании. В нескольких графствах введен желтый уровень опасности. Скорость ветра достигает 65-80 км в час. Порывы до 100 км в час. Метеослужбы предупреждают об угрозе прибрежных наводнений. По информации местных СМИ, из-за удара стихии без электричества остались больше 100 тысяч домов. Позже их число удалось сократить до 32 тысяч. Ожидается, что уже во вторник непогода доберется до Уэльса и охватит практически всю Англию. В Украине прошел пикет против незаконной вырубки лесов. Выразили свой протест активисты весьма необычно. Рубили дрова у здания Гослесоагентства Украины. Люди требуют остановить незаконную вырубку леса и наказать бандитов, избивающих защитников зеленых насаждений. По официальным данным, на протяжении 15 лет незаконно уничтожалось 130 тысяч гектаров лесной площади украинских Карпат. В последнее время участились случаи недопуска к проверкам и даже изменения инспекторов Государственной экологической службы Украины. По словам активистов, убытки из-за нарушений и препятствий работе специалистов уже составили около 800 тысяч долларов. Глава Гослесоагентства Украины Андрей Заблоцкий пообещал взять вопрос на личный контроль. Также он анонсирован онлайн-карту вырубки лесов. В ней будет отражена информация о всех плановых рубках в лесных хозяйствах Украины. Вы через онлайн-аппликацию находите геолокацию и, соответственно, вы вокруг себя видите точки, где совершается вырубка официально. Там есть информация о лесорубных билетах, кто совершает, какой отдел и так далее. Если вы там этого не увидели, у меня просьба обратитесь в государственное предприятие. Если они вам не предоставили информацию, напишите письмо на территориальное управление с копией на Гослесоагентство. Монарх Великобритании Елизавета II поддержала решение внука Гарри и его жены Меган жить отдельно от королевской семьи. Достигнуто соглашение о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекске будут проводить время в Канаде и Великобритании. Подробности у нашего лондонского корреспондента Галымжана Караманулы. В Сандрингемский дворец Ее Величества сюда съехались все высокопоставленные члены королевской семьи. Сын Чарльз, старший внук Уильям и сам Гарри. Только невестки Меган нет. Она находится в Канаде и будет принимать участие в серьезном разговоре по телефону. Гарри и Меган хотят начать новую жизнь и быть финансово независимыми. Для 93-летней королевы принять решение и сделать заявление было задачей не из легких. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи. Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью нашей семьи. Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой все тех же влиятельных сил, говорит принц Гарри. Из-за пристального внимания прессы в их личную жизнь королевская чета уже подала в суд на британские таблоиды. Напомним, мать принца Гарри, принцесса Уольская Диана, погибла в автокатастрофе. СМИ тогда обвинили папарацци в преследовании автомобиля. Когда ему было 12 лет, он шел за гробом своей матери. Он не мог принять себя в новые роли, и эта боль только возрастала. Эти чувства стали еще сильнее, когда он встретил Мэган. Гарри стал бояться, что история с матерью может повториться с его женой. Заявление молодых подвергло в шок и простой народ. Люди считают его дерзким и преждевременным для семьи, чьи корни уходят вглубь с челетней европейской историей. Мне нечего сказать о них, но королева действительно пример для подражания, что трудно сказать о молодых членах королевской семьи. Очевидно, что они всегда будут подвержены критике. Но если они откажутся от публичности, то этого больше не произойдет. Меня радует, что тема года сменилась, так как я устала от Брексита. Открытыми остались немало вопросов. Какова будет их будущая роль и как будут строиться отношения с другими членами королевской династии. Кто и как им будут платить и как Гарри с Мэган будут себя обеспечивать. Алмжан Харамановна, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. И к другим темам. В год волонтера в Алматинской области будет работать около 20 молодежных объединений. Они будут действовать в разных направлениях. В Талдыкургане состоялась официальная церемония открытия года волонтера. В ней приняли участие почти 3000 человек. Среди них депутаты мажориса парламента, общественные деятели, активная молодежь региона. Главная задача широкомасштабной акции – вовлечь в эту среду все больше молодежи. Сейчас в регионе насчитывается свыше тысячи волонтеров. Нужно сейчас внести изменения в закон про волонтеров. Потому что мы видим, что волонтеры работают ежегодно, но они после этой работы никакой отдачи не получают. Это надо как-то на законодательном уровне принять. Я хочу, чтобы каждый человек понял, что волонтер – это человек с большим сердцем, это человек добро. Это человек солнца, который помогает всем и согревает всех вокруг. То есть я буду пропагандировать данное вообще слово и настаивать о том, чтобы волонтерское движение в Казахстане выросло на уровень именно всемирный. И пока это все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok